здравствуйте все благословенные господом действительно вы благословенны написано в слове божьем что мы благословенны господом и потомки наши с нами аминь аллилуйя и спасибо господь что действительно мы благословенные что это такая божья милость к нам что господь не прошел мимо что он нас спас иначе ну просто я не представляю как дальше можно было жить но мы знаем как мы жили мы знаем как враг каждого бил доводил до депрессии и когда мы ходили во тьме но слава господу что мы теперь его дети что господь с нами он учит и направляет я хочу такое место писание с вами поразмышлять также снова обращусь книги экклесиаст 7 глава 9 10 стих не буду духом твоим поспешен на гнев потому что гнев гнездится в сердце глупых не говори отчего это прежние дни были лучше нынешних потому что нет мудрости ты спрашиваешь об этом я не знаю бывало у на у вас но у меня такое было когда я думала вот как раньше было какая была например детство весело было играли мирно все так было хорошо и спокойно но потом когда ты подрастал ты конечно проходил другие уже трудности серьезные потому что когда ты маленький а тебе заботятся родители ты веселись а ты ходишь там школу тебе не надо ни о чем думать тебя одевают кормят но когда ты уже подрастаешь тогда уже враг не дремлет тоже еще больше как бы тебе сделать больно плохо чтобы там разрушить твою жизнь разрушить там семью и вот так и думаешь бывает что вот как говорят мире от и цены были другие и кубаса другая была и все продукты были другие это ну действительно так говорят вот люди говорят но господь что нам говорит это такое боже благословение что у нас есть слово божье чтобы мы об этом не думали как было раньше мы знаем что господь в эти трудные времена он так благословляет нас мы сыты мы одеты он нас хоронит у нас учит прощает милует и он сказал не говори от чего это прежние дни были лучше нынешних потому что нет мудрости ты спрашиваешь это когда мы спрашиваем почему раньше было так а сейчас вот так и цены другие и вот такое в мире творится но это не от мудрости мудрость божья нам все сказала мудрость божья сказала что будет в этом мире и мудрость божья говорит что в этом мире лучше не будет а будет намного еще хуже такие скорби которых не было со времен мы еще не знаем как и что нам придется дальше проходить потому что еще и гонения будут и действительно нам нужна божья мудрость и божья благодать господь наперед нам сказал как это будет и что это будет но только он сказал что я своих детей сохраню от годины искушения которая грядет на всю вселенную своих детей он сохранит своих детей и он сказал не не будь духом твоим поспешен на гнев потому что если мы думаем а чего раньше было так а сейчас так если может чтобы мы не допускали гнева и раздражения чтобы мы не были поспешны потому что нас божья мудрость учит что не нужно нам думать то что было раньше а написано там есть такое местописание я правда его не смотрела вот на этот на этот ролик что мудрость мудро в голове а глупого на конце земли мы живем вот как господь нам нам дал этот день мы делаем в этом не то что мы можем делать не думать как было раньше прежнее уже прошло и мудрость божья всегда стремится вперед всегда вот сегодня день прошел господь что повелись мне делать сегодня кому ты хочешь послужить кому ты хочешь что-то сказать через меня я твой сосуд помоги мне достойно прожить этот день и не думать как было раньше потому что эту нет мудрости и мудрость божья конечно нам говорит жаль конечно хочется что мы еще ждем духовного пробуждения чтобы и мы ждем и молимся чтобы люди кайли спасались а чтобы ноги спаслись чтобы люди не погибали но так было и господь нас над предупреждал и поэтому пусть нам господь действительно дает свою мудрость на каждый день как нам поступать что нам делать и не думать как было раньше как было лучше да были такие времена что было хорошо лучше вроде бы казалось а но мы же были не спасены мы же были не спасены мы же жили в греху а теперь у нас есть господь и божья мудрость и когда мы будем искать господа то мы будем водимы духом святым и дух святой сам будет нас учить и указывать что нам делать сегодня что будет дальше когда он захочет тогда нам откроет но действительно мы божьи дети и господь с нами до скончания века сказал не оставлю тебя не покину так что не думай как было раньше а сказал павел забывая заднее простираюсь вперед стремлюсь к цели почести высшего звания во кресте иисусе иисусе мы простираемся вперед и как конце экклесиас сказал выслушаем сущность сего это 12 глава 13 14 сих бойся бога и заповеди его соблюдай потому что в этом все для человека ибо всякое дело бог приведет на суд и все тайное хорошо ли оно или худо бойся бога и заповеди его соблюдай в этом все для человека в эту в этом все для нас не думать как было раньше или как будет сейчас или как будет через 10 20 лет а наша задача бояться бога соблюдать его заповеди господь нам сказал в этом счастье человека в этом успех в этом блаженство человека тогда мы блаженны счастливы когда мы это делаем потому что господь все видит тайные господь видит наши сердца он сказал все приведет господь на суд все приведет каждый станет на суд пред господом и не мое дело мы просто молимся чтобы господь очищал нас чтобы господь хранил нас что господь нам помогал чтобы помог нам и спас каждую душу если даже господь если даже человек согрешил то чтобы господь помиловал чтобы дух его был спасен и мы об этом молимся мы покрываем любовью каждого и молимся и пусть господь нам поможет всех вам божий благословением с миром божьим во имя иисуса христа